Рик Явик в прошлом году «Берлин» в нынешнем Европейской киноакадемии 9 декабря вручила ежегодные премии за лучшие киноработы. Они вручаются с 1988 года. Особенность нынешнего конкурса в отсутствии чётких фаворитов, а значит в особо жёсткой конкуренции. В итоге букет главных наград собрала картина французского режиссёра Жюстин Трие «Анатомия падения». В категориях «Лучший сценарий», «Режиссура», «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» для Сандры Хюллер. Картина повествует о самых тёмных сторонах жизни супружеской пары. Мы узнаём историю на суде. Главная героиня попадает туда по подозрению в убийстве мужа. Я думаю, что есть свободы в Европе, которые нужно сохранить, чтобы защищать, чтобы быть прекрасным. Сандра Хюллер также снялась в картине «Зона интереса», «Леденящей душу истории» о коменданте концлагеря Освенцем Рудольфе Хёссе и его жене. Этот великолепный фильм в Берлине остался без наград. Сандра Хюллер акцентирует важность работы, проводимой Европейской киноакадемией. Показанное в Берлине кино обнажает нерв европейской международной повестки дня. «Зелёная граница» польского режиссёра Агнешки Холланд – драма, рассказывающая о тяжёлом положении мигрантов, застрявших между Белоруссией и Польшей. Фильм вызвал гнев польских консерваторов и ультраправых. Тему мигрантов развивает фильм «Я капитан итальянца Матео Гароне», снятый в Сенегале. Это истории двух молодых африканцев. Они оставляют родину и отправляются в полный опасности путь в Европу. «На одежде на лучшее будущее». В шот-лист конкурса этого года вошла и картина «Опавшие листья» финского режиссёра Аки Каорисмяки. Поэтичная комедия о паре, которая ищет любовь. «Опавшие листья» не завоевали наград, однако получили блестящую критику.